Рассмотрим возможные способы изменения внутренней энергии. Заполним сосуд жидкостью и поместим его на спиртовку или печку. При нагревании скорость хаотического движения молекул увеличивается, а это означает увеличение кинетической энергии молекул жидкости и газа. Рост кинетической энергии приводит к увеличению внутренней энергии тела. Значит если в процессе теплообмена тело или системы тел получают некоторое количество теплоты, то их внутренняя энергия увеличивается. Однако изменить внутреннюю энергию системы можно не только в процессе теплообмена, но и при совершении работы. Опустим в цилиндр лопасти, соединенный с грузом нитью, перекинутый через блок. При опускании груза лопасти начинают вращаться и температура жидкости увеличивается. Значит увеличивается внутренняя энергия жидкости.